Первые старты в рамках Кубка Сибири прошли в Яровом в далеком 92 году. Тогда в турнире приняли участие всего 92 любителя этого вида спорта. Юбилейный 25 сезон собрал на первом этапе колоссальное количество спортсменов. В Барнауле в этих стартах выступят 816 человек. Это рекордное количество пловцов не только для сибирских соревнований, но и для всего российского плавания. Слоган турнира «25 лет зажигаем звезды». На торжественном параде открытия спортсменов поздравили почетные гости. Перед собравшимися выступили представительницы синхронного плавания. Этот сезон обещает быть очень насыщенным. Если раньше традиционно проводили по 4 этапа, то на этот раз было принято решение сделать 6. Помимо Барнаула желание принять у себя эти старты изъявили и Иркутский Абакан. Сам сезон продлится до конца следующего года. За четверть века эти соревнования подарили российскому спорту не одну плеяду великих пловцов. У нас за все 25 лет подготовлено 5 заслуженных мастеров спорта. Это и Владимир Морозов, один из последних спортсменов, и Андрей Гречин, наш земляк. То есть много ребят. Роман Слуднов. Кстати, Роман Слуднов, спортсмен из Омска, он первому в мире выплыл 100 метров брасом за одной минуты и вошел в книгу рекордов Гиннеса. Состязания проводятся в двух возрастных группах. В старшей девушке 12 и 14 лет, юноше 14 и 16. В младшей девочке 10 и 11 и мальчике 12 и 13 лет. Основная задача алтайских спортсменов – хорошие результаты, которые позволили бы попасть в сборную России по своим возрастам. Большие надежды в федерации возлагает на Илью Шилкина. В этом году пловец выиграл всероссийские соревнования «Веселый дельфин». А неделю назад на взрослом чемпионате Сибири в Новосибирске проплыл по нормативу мастера спорта. Итоги соревнований подведут 2 ноября. В этот день определят лучших спортсменов первого этапа. Победители и призеры получат юбилейные медали, которые были специально изготовлены к этому турниру. Второй этап состязаний пройдет в Иркутске с 11 по 15 декабря. Дмитрий Гладких, Алексей Шаульский. Новости.